Всех приветствую! Ахо! Дублирую свое видео-сообщение на русском, на украинском уже провещала. Если вы понимаете один и второй язык, информация для вас важная, слушайте и там, и там, потому что можете получить какое-то более объемное такое видение. Вышла в эфир для того, чтобы рассказать, на каком этапе мы сейчас, нашей вот этой миссии, нашего путешествия и о важности сегодняшней ночи. Как вы знаете, мы приехали в Бразилию для того, чтобы остановить войну в Украине, для того, чтобы через нас мы могли засвидетельствовать определенные процессы планетарного масштаба, которые помогут сегодня человечеству, и для того, чтобы получить ответы на определенные вопросы. Группа у нас была из 20 человек, это были представители всех практически стран СНГ, кроме, наверное, Грузии. Но в основном костяк это был из Украины. И первых две церемонии. Сила работала с каждым из нас для того, чтобы нас подготовить к этой работе, потому что, чтобы быть готовым к такой работе, мы должны сами быть в силе. И вообще мы можем кому-то помочь чего-то, мы можем быть пригодны для чего-то, только если внутри нас этот мир есть. Мы не можем остановить мир, войну в внешнем пространстве, если она есть внутри нас. Мы не можем выдержать внешние силы зла и темноты, если мы внутри себя их не подчинили, не укоренили, не примирили, не уравновесили, не взяли под контроль и так далее. Поэтому одно дело что-то хотеть, другое дело быть пригодными для этого. Поэтому две церемонии. Сила работала с каждым из нас. Два человека очень испугались, потому что это, скажем так, не для слабых в полном смысле этого слова. Два человека, судя по всему, приехали с какими-то личными своими интересами, хотя озвучивалось, что мы едем для Украины, мы едем для остановки войны, мы едем для мира во всем мире. Ну, судя по всему, у людей были свои какие-то потребности, желания, и пространство их вытеснило, потому что цель целого была немножко другая. И поэтому на третью церемонию уже с нами работали как системы. Создавали такую единую систему, единый организм слаженный, прям раздавали функционалы, раздавали роли, включали через нас божества, божественные структуры, то есть через нас буквально заходили высшие, мы видели какие-то спектры, кто берегиня, кто богиня изобилия, кто даров, кто мудрости, кто-кто-кто, для того, чтобы, я понимаю, так был создан определенный конструкт, который будет пригоден сделать ту работу, которая как раз будет сегодня, 30-го числа. И тем не менее, кроме простройки, была большая работа с освобождением душ, которые умерли и находятся в Межмирье, показывали в тонком плане сейчас, уже практически готовы выходить колонна матерей с детьми в сторону Мариуполя. И поэтому я подозреваю, что в течение нескольких дней может быть какая-то положительная динамика по изменению этой ситуации. И может быть, даст бог, даже что-то запустят или эвакуирование, или остановки какого-то огня, не знаю, потому что я точно видела, что когда они начнут идти, будут закрывать небо, а сейчас они в тонком мире, скажем так, только все съезжаются, только готовятся, готовятся эти планы, сопровождение, вся политическая, военная, планетарная система решает быстро, что мы можем сделать, что нужно сделать. Поэтому я понимаю, что вот в каких-то пару дней будет что-то переломное здесь. Увидели, как сила коннектит глаза врага с глазами детей. Прям вот, знаете, когда он, да, зашел в эту расстрелянную деревню, в этот расстрелянный город, и он встречается глазами с ребенком. И все, эти глаза буквально, знаете, как вот крепятся к нему, и куда бы он ни пошел, о чем бы он ни думал, закроет он их, напьется, уснет, что угодно, эти глаза ребенка с ним. И они его гложат, и они его долбят, и они его сводят с ума, и он не знает, куда от них деться, и он не хочет воевать, и он не может, и он беснуется, и он, в общем, это прям какое-то сумасшествие, эти глаза его преследуют. И это не единоразовое что-то с одним, это прям со всеми. Это прям со всеми начинает массово происходить. И поэтому я видела уже будущее, где отстроен Мариуполь, где отстроена Украина, где мы живем в крутейшем таком сообществе новом. И у нас большие бэкборды вот этих глаз детей, глаза детей войны, чтобы мы не забывали, чтобы мы не расслаблялись, потому что мы с вами слишком быстро забыли цену, которую уплатили наши предки за мир. Мы слишком быстро обесценили благо, которое мы получили в виде цивилизации, в виде облегчения жизни, в виде еды, которая у нас была в избытке, в виде семей, свободы выбора, верь во что хочешь, живи с кем хочешь, работай где хочешь. И мы все равно были несчастны, мы все равно, знаете, как короткая у нас была память. И поэтому нужна вот эта напоминалка, и вот эти глаза детей, вот эти большие бэкборды, такое напоминание в нашем хорошем будущем, чтобы люди не расслаблялись, чтобы они ценили, чтобы они помнили. Это такая, знаете, весточка из будущего. И сегодня будет непосредственно уже погружение для Украины, для остановки войны. Мы уже потренировали чуть-чуть, как работать с духами, их несколько, духи войны. И сегодня настолько важная ночь, что она с астрологической точки зрения, бывает раз в тысячу лет. В скандинавской традиции это вальпуревая ночь, это в славянской традиции ночь живы, ночь, когда Чернобог, Света Богу отдает его иерархии свой трон, когда заходят Светлые Боги, это ночь пометования предков, и у нас Радоница. То есть все совпало, все сошлось. Величайшая будет ночь. Что будет, как только я смогу общаться, я обязательно запишу отчет. С нами порядка где-то пяти тысяч двойников. Я посмотрю, хочу еще больше подробно посмотреть, потому что люди прям добавлялись каждую ночь, каждый день. Есть, я говорю, вот эта колонна, она Мариуполь в тонкоматериальном плане будет выходить. Происходит, продолжается эвакуация эфирных тел через океанические воды в ядро ядра планеты с выныриванием уже в новой реальности, и там уже новый экран, новый кинотеатр начинает активным быть. Как только все живые души будут изъяты из этого техногенного мира, будет отключен свет здесь Божий и включится свет электрический, потому что ни одной живой души, как сказали, не будет. Сейчас идет эвакуация, сканирование, все до единой живой души. И как только это все произойдет, через эфирный план уже в новом мире, судя по всему, произойдет уже и телепортация физических тел. У меня есть несколько вариантов, как это будет, да. Ну посмотрим. Знаю только, что будет быстро и безболезненно. Насколько это будет ощутимо и понятно, я знаю, что часть людей поймет и увидит эту вспышку. Это, как знаете, вот яркая вспышка, она электрическая, как будто она молниеносная, она секундная и раз, и уже, скажем так, а эфирное тело к нему крепится и астральное, и ментальное, и каузальное, и атмическое, и бодхиальное. И вот как будто надо будет нас от эфирного плана этой матрицы отстегнуть и быстро клацнуть, да, на тот новый экран. И все. Ну пока сейчас, как я сказала, еще тонкоматериальные все вещи происходят. Держим кулачки, ребят. Мы по-прежнему в наилучшем коридоре событийном. Вот. Чтобы в нем оставаться, нужно быть пригодными. А пригодными — это владеть божественными спектрами. А божественные спектры — это честь, доблесть, справедливость, мужество, честность. Оказалось, ребят, что честность для многих — непосильный и невозможный спектр. Вот. И даже по нашей группе, которая я понимаю, что она такая маленькая проекция всего, да, вот, потому что один человек ушел. Мы просто уехали на водопад и приезжаем, а ее нету. Она с чемоданом уехала, не до свидания, ничего. И передала, да, мне страшно. Вот. Но не поговорила. То есть мы видим тут внутри группы все вот эти наши процессы, все, что происходит, все. И поэтому достойный, смелый, ребят, честный, мужественный, вот, попадет в тот новый мир, вот, и в тот спектр наилучший. Вот. И Украина сейчас на всей планете является проводником в этот спектр. Украина сейчас не целиком, ребят, да, понятно, что, я же говорю, внутри тоже много багов, много всего, много придется еще чистить и внутри. Вот. Но мы двери, мы портал, который открылся 24.04 для перехода вот именно туда. Потому что как выглядит все это. Есть планета Земля, и вокруг нее альтернативные реальности сейчас. Они организованы высшими, потому что в нашем техногенном мире вызрели души живые, вызрели души живые. И сейчас происходит, вот знаете, как вы приходите в сад, и нужно собрать вызревшие плоды. И не все плоды пойдут в одно место. Поэтому идет такая жатва и переход в новую реальность. Ну, Украина, проход в наикращий свет, в наилучший свет, в свет, в мир, тех, кто будут с богами жить, да, в полном смысле этого слова. И перспектива развития там другая. Ну, как я сказала, нужно быть пригодными и достойными. Достойными — это на все 100% полноты, достойными представителями своего благого рода. И все остальные, как бы, тоже, нельзя сказать, менее достойные, но тем не менее, да, перейдут в свои миры, в свои реальности. И сейчас, да, украинский шаттл заработал на полную силу. Поэтому будем удостоены чести, да, столь величайшей милости свыше, столь величайшей миссии свыше. Вот. И сегодняшняя ночь особенная. Завтра радонеца. Помяните, пожалуйста, предков. Я вчера давала практику. Пройдите ее, пожалуйста. Она очень важная. Вот. И двигаемся, ребята, делаемся единым строем в тот мир прекрасный, разноцветный, где представители всех стран, всех наций, всех культур, но с единым пониманием, что мы атма, мы души живые, мы живем в живом мире. И мы... И что такое быть живым, нам еще предстоит научиться. Все. Обнимаю всем сердцем. И думаю, что до завтра, и после завтра когда смогу быть готовой дать отчет.